добро пожаловать на канал hard reset info перед нами устройство cubot x20 и сейчас я расскажу вам какие есть интересные фишки и трюки на этом устройстве и так начнем ну как по мне с достаточно интересной функции в камере эта функция называется и а камера активируется она в режиме обычного фото вот можно включить режим и ай когда вы включаете режима и ай телефон сам определяет сцену то есть сцена чтобы фотографировать то есть если вы фотографируете какой-то цветочек он автоматически включает какой-то свой стиль который он определил не обращайте внимание что нарисован помидор он просто он понял что он фотографирует что-то зеленое да и зелень он он делает такой более зеленый более насыщенный более красивый достаточно хорошие фильтры применяет которые делают просто картинку достаточно красивее думаю этой функцией вполне себе можно пользоваться кроме того есть еще одна интересная функция которая называется раздельный экран то есть смотрите если у вас например есть несколько приложений например там play market и ну какой-то допустим youtube нам не вы захотели посмотреть youtube и полазать в play маркете да что мы делаем мы берем мы что делаем мы смахиваем получать открываем называется панели быстрого доступа нет короче панель недавних недавно запущенных приложений после чего заходим в тот же youtube нажимаем на иконку youtube и нажимаем разделить экран это будет у нас вверху и второе приложение устанавливаем вниз после чего вы оба приложения закрепите у вас на экране вы можете друг с другом немного перемещать сейчас не перемещается из-за подключения с интернетом можно перемещать взять одно приложение больше другое меньше а если одно сделать максимального размера тогда она будет включена на полный экран вот такая вот интересная функция но что наверное мне больше всего нравится так это что здесь присутствует функция smart lock то есть если вы открываете приложение настройки после чего вы заходите в приложение я немного потерялся защиты и местоположения вот здесь функция smart lock если вы подтвердите пароль дважды ну либо же единожды подтвердите пароль вы можете включить функцию smart lock то есть когда вы когда телефон будет понимать что он находится у вас он автоматически будет не будет блокировать скажем то есть как это работает смотреть телефон сейчас у меня она лежит на столе я его блокирую разблокирую телефон самостоятельно разблокируется то есть он разблокирован с помощью smart lock он блокируется разблокируется он разблокирован если я сейчас возьму если я буду пользоваться телефоном если я буду пользоваться буду кому-то писать сообщение с кем-то разговаривать, после чего я оставлю телефон, заблокирую и отложу. В таком случае при разблокировке, надеюсь, сейчас работает, но сейчас не сработало, телефон должен в теории заблокировать, потому что он поймет, что вы отложили телефон. Функция работает не очень хорошо, сразу говорю, но она работает, она есть, и лучше всего ее использовать конечно же в связке с браслетами. Потому что в связке с умным каким-то браслетом, если вы включаете связку с умным браслетом, тогда когда рядом на очень маленьком расстоянии вы находитесь от браслета, можно разблокировать. Он это измеряет именно расстояние по качеству сигнала между браслетом и телефоном, поэтому в принципе достаточно надежная тема. Окей, ну еще полезная штука вашего телефона, это наверное все-таки если вы зайдете в приложение настройки, зайдете в пункт «Система», после чего нажмете «Дополнительно» и нажмете «Несколько пользователей». Вы можете включить гостевой профиль, например. Гостевой профиль у меня не включен, поэтому... уверен, он включен, но здесь не включены звонки, что в принципе бесполезно. Вот, вы можете на того самого гостя прямо здесь переключиться. И что будет? Давайте посмотрим. Мы видим отдельное пространство без контактов, без фотографий камер, без абсолютно ничего. Здесь у этого контакта нет никаких данных к вашему телефону, к вашему обычному аккаунту. Все, что отделяет ваш аккаунт от этого аккаунта, это пароль. И, по сути, это достаточно хорошая защита. Смотрите, вы можете переключиться обратно на тот же аккаунт, нажав на иконку «Аккаунты» и перейти в пункт «Владелец», либо как вы там себя назвали. Вот, переходим, вписываем пароль владельца и все, по сути. Очень важная функция, мне кажется, можно включить ее «Добавление пользователей на заблокированном экране», то есть, чтобы, когда у вас заблокирован экран, вот тут вот будет кнопочка, видите, вот это вот будет кнопочка «Пользователи», чтобы вы понимали, во-первых, какой вы пользователь, во-вторых, чтобы вы могли переключиться между ними. Ну вот, это достаточно полезная функция. Кроме того, вы можете добавлять пользователей, то есть, там, для жены создать профи, для ребенка, еще что-то. Мне кажется, это достаточно полезная функция. Что ж, на этом буду, пожалуй, прощаться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok